Итак, битва за дешёвый аквариум или сокращённо БЗДА. Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. Я рад приветствовать вас на канале ПАР. Впервые на канале снимается видео про оформление аквариума. И это не просто будет серия выпусков, а настоящая битва за самый дешёвый аквариум. Конечно, у каждого из нас свой подход к этому делу. Я же хочу начать всё с планирования. То есть, в этом видео, в первом видео, посвящённом этой теме, хочу вместе с вами сделать небольшой план, по которому мы будем идти и по которому будут сниматься дальнейшие видео. Первое. Что нам нужно для создания красивого аквариума? Конечно, это сам аквариум. Не просто аквариум, а дешёвый аквариум. Поиском и приобретением такого аквариума мы займёмся уже в следующем видео. Второе обязательное условие – это освещение аквариума. Следовательно, этому будет посвящено второе видео. Третий этап, возможно, будет разбит на несколько частей. Ведь он будет посвящён поиску и приобретению декораций и растений, из которых мы в итоге создадим композицию. Создание композиции – это четвёртый этап. Пятым этапом будет запуск аквариума. Возможно, обещать не буду, но возможно, что мы сделаем запуск аквариума в прямом эфире. В этапе номер 6 мы что-нибудь придумаем с аэрацией и фильтрацией. Возможно, этот этап мы перенесём до оформления аквариума. Ну и седьмой этап – запуск рыб и другой живности. На этом этап планирования не заканчивается. Для того, чтобы сложились все пазлы, давайте хотя бы приблизительно зарисуем, что мы в итоге хотим увидеть в аквариуме. Я, конечно, не художник, поэтому не судите строго. Сам аквариум, исходя из той мысли, что это битва за дешёвый аквариум, и отталкиваясь от установленных правил, а там сказано, что аквариум должен быть от 30 литров, на этот литраж я и буду ориентироваться. К тому же, запуск аквариума на больший объём и так планируется на канале ПАР вне конкурса. Хочу, чтобы этот аквариум отображал природу, был некой живой картиной. Такой стиль оформления обычно называют природный аквариум, отображающий в себе какую-либо часть суши. Основными цветами в аквариуме хочу видеть чёрный, белый и зелёное пятно. В качестве белого цвета будет выступать фон, грунт будет чёрным, а вот в качестве зелёного пятна буду делать куст или дерево. Конечно, если аквариум большой, одно дерево будет смотреться странно, но в аквариумах до 500 литров одного дерева вполне достаточно. Ну что, теперь у нас есть план действий и эскиз аквариума, к которому мы будем стремиться. Возможно, что в итоге он будет выглядеть совсем иначе, и это допустимо, так как ещё совсем неизвестно, какие материалы я смогу достать. Давайте теперь сориентируемся по рыночным ценам, чтобы хотя бы приблизительно представлять цены на всё, что мы запланировали. Для этого я посетил ближайший сетевой магазин. Цены на аквариумы объёмом 30 литров 2279 рублей, 1659 рублей, 2525 рублей, в зависимости от цвета и производителя. Цены на аквариумы объёмом 30 литров 2279 рублей, Фильтры 839 рублей до 30 литров, но лучше-то брать с запасом, поэтому с запасом до 60 литров будет стоить уже 879 рублей. Компрессоры. 355 рублей стоит самый дешёвый и самый шумный компрессор. Более-менее нормальный стоит 745 рублей, плюс трубки. Трубки стоят 135 рублей, 189 рублей, разные силиконовые есть и резиновые, плюс распылители, которые также стоят 79 или 85 рублей, в зависимости от формы и производителя. Трубки стоят 45 рублей, нормальное освещение. Цены бешеные от 1657 до 2267 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Грунт. Грунт в среднем стоит 157 рублей, 277 рублей за одно ведерко. Такое ведерко примерно 3 литра, но одного ведра не хватит. Напомню, что я хочу черный грунт, и он был окрашен искусственно, то есть специальной краской. Но так как я хочу природный аквариум, использование искусственных предметов недопустимо. Растения было, но их было очень мало. Первое растение, которое я хочу сказать, это была Альтернатера Рейнега, цена 300 рублей. Второе это Клодофора Жарик 60 рублей, и третье это была Нубиас за 320 рублей. Что у нас получается в итоге? Самый дешевый аквариум 1659 рублей, фильтр 839 рублей, компрессор 355 рублей, трубки 135 рублей, распылитель 79, плюс грунт. Ну примерно 3 ведра, это 471 рубль, если брать опять же самое дешевое. Итого, не считая освещения, не считая растений, хотя они тоже нам будут нужны, сумма получается в 3538 рублей. Согласитесь, сумма 3538 рублей для 30 литрового аквариума, не считая хорошего освещения и растений, немаленькая. Честно признаюсь, я пока сам не знаю, в какую сумму все выльется, ну по крайней мере все то, что я запланировал с вами в этом видео. Однако, я намерен не потратить больше 1000 рублей. Посмотрим, насколько это реально. Поздравляю вас, этап планирования пройден. Следующий этап, который нас ждет, это подготовка. И начнется подготовка с покупки самого аквариума. Думаю, будет очень интересно, поэтому не пропустите следующее видео, я буду вас ждать. А у меня на этом все, все вам доброго и до новых встреч в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok